Сегодня успешно испытана машина времени нагайского народа. В свой день рождения газета «Ногая ДВС» отправила своих читателей в 1938 год. Вместе с нагайцами во времени и пространстве путешествовал Руслан Куркмазов. И он узнал, чем нагайцы стали похожи на англичан, и услышал, как звучит бумажная домра. Вот из республиканской столицы в Эркенхалк приехала почтовая машина. Сегодня она привезла необычную посылку – машину времени. Почтальоны, молодая Марьяд и ровесница Великой Победы Лиза собрали свои сумки и направились каждая в свою половину аула, чтобы принести землякам сюрприз. Вот Марьяд пришла к дому Ажмагомеда Катаганова. Он в ауле, как в Кремле, при параде, потому что ждал почтальона и праздничный выпуск газеты «Ногай ДВС». А в газете сегодня машина времени. 23 июля 2020 года опубликована газета за 23 июля 1938 года – первый официальный номер «Ногайской газеты». Читатели века 21-го узнали, как жили их бабушки и дедушки. Например, в колхозе люди от зари до зари работали и получали всего два килограмма зерна за один трудодень. Ажмагомед Катаганов – ровесник газеты «Ногай ДВС». Он и себя-то считает молодым и бодрым. А о возрасте газеты этот импозантный мужчина говорит, как о прекрасной даме. Я считаю, что она молодая. Почему? Потому что этой газеты возраст не влияет. Она шагает с жизнью, она дает людям знания, добро, вселяет силу, уверенность в будущей жизни. Эта газета – каждый дом несет радость. Но «Ногайская газета» – это милейшая дама с сюрпризом в паспорте. Родилась она не в 1938 году, а намного раньше. Это официальная дата рождения газеты «Кубанских ногайцев» – 23 июля 1938 года. Это когда газета самостоятельно стала выходить. А до этого история «Ногайской газеты», «Кубанских ногайцев» уходит далеко в 1928 год. Это когда выходила «Ногайская страница», «Ногайбет» так называлась, в газете «Черкесская жизнь». Свежесть «Ногайской газете» придает кровь молодого коллектива. В «Ногайда-ВС» есть своя политика, охота за головами. Так они и нашли студентку Мадину Нижеву. К нам с редакции «Ногайской газеты» приходили журналисты, которые искали людей, пишущих на родном языке, знающих свой родной язык, любящих свой родной язык. А почему по-ногайски не разговариваешь? А я в городе живу, там никто по-ногайски не разговаривает. Особенно мама. Она говорит, чтоб я английский учила, а не ногайский. От английского польза будет больше, говорит. А какие же у тебя будут корни, если ты языка своих предков не знаешь? Ну, от английского и вправду будет польза больше. А что, у тебя в голове только для одного языка места хватает? Ты думаешь, что если ты на гайске выучишь, для английского места не останется? Да, я реально фингсал. Так ты и английский знаешь. Блин, теперь я вообще себя каким-то лохом чувствую. В отличие от киногероя Тимура, в реальной жизни, например, в ауле Адуль-Халк, есть муслим, который знает, что быть ногайцем – это знать свой родной язык. И для такого молодого поколения ногайцев и хранит Новая Давысы древний родной язык. Душой ногайского народа является ногайская домбра. Но там семь нот. А в ногайском алфавите более трех десятков. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать Ногай Давысы бумажной домброй ногайского народа? Да, действительно. Очень хорошее сравнение, Руслан. Спасибо за такое сравнение. Да, это ногайская домбра, газета. Это ногайская домбра, можно так сказать. Действительно, как ноты, так и буквы ногайского алфавита ткут историю ногайского народа, можно так сказать. Звучит ногайский язык на страницах газеты. Звучит ногайская культура, самобытность, еще раз подчеркиваю, самобытность, идентичность народа. Бумажная домбра стала родной каждому ногайцу, как и любимый ногайский чай. Изревле главным источником вестей для ногайского народа служила пиала ногайского чая. Народ собирался, пил чай ароматный и обсуждал последние вести. Но эта церемония претерпела изменения в 1938 году, когда появилась первая ногайская газета. И теперь пить чай из пиалы и читать газету стало неудобно. И поэтому ногайцы вместо пиалы начали использовать чашки. Теперь ногайская чайная церемония стала, как английская, с газетой и чашкой чая. Но чай непременно должен быть ногайским. Руслан Куркмазов, Роберт Джигутанов, Ногайские вести, Карачаева, Черкесия.